приветствую всех сегодня у нас кулинарная рубрика и будем мы готовить перепелочку очень вкусный быстрый легкий рецепт берем саму перепелочку у нас она магазинах больших продается то есть такие маленькие как фора даже отб перепелку вы не найдете нужно брать больших искать магазинах перепелку вы можете устроить романтический ужин приготовить две перепелочки для вас двоих или же вы если готовите на праздничный стол то каждому гостю по перепелочки так как она очень маленькая и по одной перепелочки будет достаточно на одного человека но очень вкусно очень вкусная перепелка очень вкусное у нее мяско не сравнится ни с курицей не с другой птицей не похоже ни на утку ни на гуся не на петуха ни на курицу мясо и на кролика тоже не похоже то есть это такое что-то необыкновенно но очень вкусно и по нашему рецепту обалденное просто на видео вы видите что я уже распечатала перепелку я ее помыла теперь я разрезаю ее грудку так на пополам чтобы она на сковородку легла плашмя ну как цыпленок табака после я ее еще раз хорошенько промою и потом уже буду подсаливать вы можете также травами какие вы любите заправить перепелочку либо просто посолить как сделала я так как у нас будет еще основная заправка а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я беру вот такой вот мед у нас стоит И хорошую такую ложку меда набираю в отдельную глубокую мысочку Дену там Вот так вот достаю На две перепелки примерно столько меда хватит Доливаю кипяченой воды Можно с фильтром, можно теплой воды И теперь нам хорошенько нужно размешать Чтобы этот мед полностью растаял в воде И получился такой вот сладкий сироп из меда Такая водичка с медом Вот уже в основном у нас готово Еще чуть-чуть Все Мед растаял И мы выливаем эту водичку сладкую в перепелочку Вышкрябываю остатки И теперь начинаю перепелочку купать в этой водичке В этой сладенькой водичке В этой медовой водичке Чтоб перепелочка взяла Впитала в себя этот вкус сладкий Хорошенько перемешиваю Хорошенько ее там купаю И оставляю Ну примерно где-то на минут 15-20 Больше и не надо После того, как перепелочка настоится Я ее отправлю на сковородку Нашу перепелочку нужно обжарить с каждой стороны По 10 минут Вот так вот под крышкой Размещаем сначала одну перепелочку Потом вторую Вот так вот выкладываем на сковороде И накрываем крышкой Крышка желательно, чтобы была меньше диаметром Чем сама сковородка Чтобы немного прижать перепелочку Так вот жарим на одной стороне И через 10 минут переворачиваем Так, смотрим Что там у нас под низом Помогаем вилочкой, лопаткой Привернули И теперь опять накрываем крышкой На 10 минут Главное не отвлекаться От этой процедуры Не уходить из кухни И не включать сильно большой огонь Потому что немного можно перепелочку нашу подгореть Придавливаем Придавливаем Вот отвлеклась немножко Поддержала ее больше, чем надо Но тем не менее Это вообще не испортило никак перепелку То есть вы понимаете, да Что с одной стороны 10 минут И с другой стороны 10 минут И желательно находиться рядом Не отвлечься Потому что можете забыть Перепелка, она долго не готовится Я решила перевернуть И подержать еще чуть-чуть На более меньшем огне С другой стороны Чтобы она приобрела Такой красивый золотистый цвет Немного подержу ее там Ну, в принципе, пришло время Снимать уже нашу перепелочку с костра Смотрим, какая она получилась с той стороны Все, все красиво Все прелестно Все чудесно Можно выключать сковороду И, в принципе, уже Пробовать нашу перепелочку Приготовленная перепелочка Таким вот образом В такой вот медовой заправке Получается очень вкусная Очень просто вкусная И такой сладкий, приятный привкус И, что самое главное Не пересушена Теперь можно выкладывать перепелочку На тарелку И приступать к ужину А второй оставить на потом Или же, если это ужин на двоих То поделиться со второй половинкой А так как перепелочку люблю только я Вот себе любимой и приготовила Такой у нас еще на столе Есть рубленые беточки Перепелочка Рецепт рубленых беточков Я вам тоже как-то сниму Покажу Оливьешка Тут нарезочка С домашним таким мясом Бюжененко Домашний смешной холодец Почему смешной? Потому что очень быстро делается И легко Тоже как-то вам покажу Такой вот мини-праздничный ужин Получился На праздник Если вам понравился рецепт Естественно, ставьте лайки Подписывайтесь И пишите в комментариях Какой вы рецепт перепелки знаете И любите ли вы перепелочку До новых встреч Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok